Привет. Всем хай, с вами Митяй. Слушай, Митяй, я тут все нормальные люди, блогеры в конце года делают срез своих каких-то там, то, что у них было и каких-то планов, что планируют. Ну, год прошел, но я думаю, что не стоит к этому привязываться. Давай попробуем сделать небольшой срез, что было у тебя, что было у меня, какие планы и ну и как-то вот в этом ключе что-то, как пойдет. Мы же не пишем сценарий, поэтому тут как пойдет. Давай с тебя начнем. Что у тебя было интересного за год? Что было у тебя интересного? С походов, еще с чего? Ну, связанного с походами, понятно. Я понял. Ну, этот год был такой не сильно насыщенный, поскольку я как бы... Ну, планы у меня были на прошлый год, но половина из них, скажем так, не осуществились, потому что я восстанавливался после травмы, которую я получил на Урале. Ну, в принципе, я начал заниматься категорийными походами, получил медали, получил грамоты. То есть до этого я ходил, ну, в прошлом году еще, пазо-прошлом году я ходил категорийные походы, но не так, скажем, плотно. В этом году я занялся более так, глобально. Прошел Карпатский туристический путь, вот этот длинный, который идет через все хребты. За ТШ. Ну, и ходил по Беларуси, очень много ходил по Беларуси, потому что в основном, да, границы были закрыты. Ну, как-то так, как-то так. Планы на следующий год, на этот год уже, вернее, это я хочу пройти Крымскую тропу, вот буквально уже почти на чемоданах. Хочу полностью добить Пиренейскую тропу, это через все Пиреней. Хочу добить корону Урала Олега Чагадаева. Какие у меня еще были планы? Тут один чувак меня на Словакию зовет, Карпатый пройти, всю Словакию и Карпатскую. Еще у меня в планах пройти категорийный поход Белухи, подножий Белухи будет третий категорий, ну, третий, поход третьей категории сложности, пеший поход. Ну, пока, скажем, пока так. Слушай, скажи про эту корону Урала, что значит добить, сколько тебе осталось? Что значит добить корону Урала? Ну, не хочу говорить сколько осталось, пускай это будет таким секретом, но фишка в том, что это как бы некоммерческий проект, придуманный Олегом Чагадаевым, и там надо собрать пять вершин. Они находятся в разных локациях, это Полярный, Приполярный, Центральный, Северный и Южный Урал. Но это не обязательно, не обязательно идти от вершины до вершины пешком, или обязательно, как оно? Нет, ну, то есть они находятся в разных локациях, и эти тычки находятся тоже на разном расстоянии. То есть ты можешь, без разницы, как собирать эти вершины, можешь начинать там с первой, ну, там нет понятия, главное собрать все. И сколько у тебя есть? Ладно, раскрою секрет. Давай. Раскрою секрет. Корону Урала я начал собирать в Кавком в семнадцатом году, по-моему. И я собрал туда, отправился зимой, я поехал на Паэр, на лыжах мы с друзьями поехали, мне это очень понравилось, и я думал через год собрать все остальные вершины. Потом, получается, в восемнадцатом году, а нет, это было в восемнадцатом, да, в восемнадцатом году, я решил, что что-то это слишком легко для меня, я хочу собрать все вершины за разом. И, получается, в позапрошлом году я собрал этот Паэр, народную, и Телепасит. То тебе две осталось? Ну, как бы, теоретически, да, у меня осталось две, но в этом году я хочу обратно за один раз собрать все пять вершин. Хорошо, слушай, подожди, давай мы уже тогда остановимся на этом. Что значит собрать пять? Они расположены на скольких километрах? Ну, они расположены на протяженности всего раз. Ну, смотри, это ты, например, там, зашел на одну вершину, да, потом поехал, зашел на другую вершину, или как оно происходит? Да, то есть, да, я забрасываю себе продукты, там, в Белорецк, в Пермь, и оттуда уже локационно путешествую на все вот эти вот, как бы, точки. То есть, я не иду от Приполярного Урала на, скажем так, на Южный Урал. Это там три косаря, там один чувак только прошел это, и там он чуть ли не три месяца шел, как бы. Ну, как бы, у него же там, и у него же команда была, аж тоже, как бы, какие-то люди, которые... Да, у него была очень серьезная подготовка, ему там в полях оставляли заброску, у него была, во-первых, договоренность с этим Транс-Уралом, что он будет по ихним газоканалу идти. Да, да, да. Они там делали очень долгие переговоры. То есть, там все серьезно. Да. Ну, а ты начнешь их, может, ты начни эту с двух вершин, которые не прошел, может, с них начни? Нет, я... это мне не интересно. Я хочу... Чувак, опять три пройдешь, а потом... Я хочу за раз пройти все пять вершин. Медальку, медальки дают за это? Там дают серебряные короны. Вот так вот, да. Ну, ты будешь королем сидеть уже, это, да? Не лысая башка будет? Да, буду сидеть королем. Ну, это еще надо пройти, да? Да, да. А у тебя, Саня, какие планы? Ну, короче, и шо? У меня вообще этот год был такой странный. Ну, не было у меня еще такого года, в котором ни в одном походе у меня всегда что-то не получалось. В каждом походе у меня что-то не получалось. Но, по сути, я могу выделить три похода. Там было их чуть больше, но вот таких основных, это три похода. Один, правда, короткий, там 80 километров, но он был насыщен дикостью, как бы, местности. Это поход по Черемошу. Есть, как бы, ролик, но ролик, как бы, не до конца свое обдает, то, что там было. Ну, вот это такой запоминающийся все-таки поход, хотя он, как бы, короткий. Ну, и два похода. По сути, один 450, второй 400 километров, это по Карпатам. Но, опять же, они не сложились. Первый поход, который был 450 километров, он должен был быть значительно, как бы, длиннее, но не вышло. И, так же, не вышло последний вот затеше, кстати, сегодня сделал первую часть ролика, как мы шли этот затеше зимний. Ну, зимний, не зимний, но по-разному можно говорить, но говорю, попробуй пройди в декабре. Вот, то я его считаю, по крайней мере, это календарная зима, вот, и так же, что она считается вроде календарная. Ну, календарная, да? Ну, календарная, да. На календаре декабрь, значит, декабрь. Ну, и если я... А как по походу, это уже иначе. Ну, да, ну, как бы, если я расстроенный был, например, походом 450 километров, который не получился, то я очень сильно доволен вот этим последним походом, потому что опыт был колоссальный, которого не было. Зима это, как бы, своими, ну, все было в этом походе. И болото, и зима, и вьюга, и мороз, и дождь, и снег, и все было. Ну, и получилось его пройти так, как запланировал. Ну, да, скажем, я его до конца не прошел, но как я его планировал идти именно темпом, у меня получилось, потому что это у нас получилось, потому что мы планировали его сделать хатрут, типа без снаряжения, да, или там без ночевок в палатках, да. И, ну, иногда это сложность в чем была, что мы не понимали, сколько мы пройдем в день, потому что не понимали. Самое страшное, это когда ты не понимаешь, что тебя ждет, потому что ты не был в таких условиях. Ну, все получилось, все получилось, как бы, я считаю, очень классно, потому что я, ну, я давно так не был доволен походом, как вот именно этим походом. И еще, ну, и опыт, конечно, я думаю, что он пригодится и в походах летних особенно, потому что, ну, потому что ты проще будешь относиться к вещам, к таким, которые, ну, например, там летом, да. Ну, что лет? Ну, трусы взял и пошел. Ну, и планы, планы как бы большие, планы большие пройти, пройти, ну, не знаю, там раскрывать, как оно получится, понятно, вот тут же по здоровью еще сейчас с этим коленом, непонятно, как будет, но я планирую, я очень сильно хочу пройти все Карпаты, это, начиная с Словакии, заканчивая, как минимум, Румынией, ну, Румынией концом перед Болгарией, то есть все Карпаты, и, как бы, там, чувак говорит один, что со мной пройдет Словакию. И часть Румынии он обещал, но тут что-то забыл. Ну, цитокец, ну, на самом деле, очень много должно сложиться, как бы, знаешь, поэтому, ну, как бы, сказал, да и сказал, ничего страшного нету, потому что, если от меня это будет, не от меня, вернее, от меня, если будет зависеть, я, ну, как бы, я буду на коленках ползти. Вот, ну, разные ж эти, карантины, шмантины, как там с этими визами, визами будет, ну, вот, ну, как-то вот так вот, ну, план, вот, один план, мне бы один поход пройти в следующем году, и было бы классно. Еще, еще, Саша, хотел добавить, я же в прошлом году канал открыл свой на Ютьюбе. Ютьюбси-морси, я что же. Так вот, буду, буду в этом году плотно заниматься каналом, делать обзоры, разнакомить людей с ультралайз-снаряжением, с легкоподной тематикой, просто ломать все стереотипы походников по поводу всего этого, чтобы у всех аж горело и подгорало. Ну, кстати, я что же, как бы, вот, видишь, оно, как-то ты привыкаешь к этому, и оно, как бы, такое, как, ну, кажется, что этот канал уже был всю жизнь, знаешь. Кстати, сегодня, что, сегодня, что, сегодня у нас какое число? Сегодня 10-е? 10-е. Вот. Через 15 дней, через 2 недели у меня будет год. Год, как я, зная свою, как бы, не совсем постоянность в чем-то, ровно год я снимаю ролик, их уже, как бы, ну, понятно, что там влоговские есть ролики, но все равно это практически часто и часто и, как бы, я не пропускал ни одной недели, а если пропускал, то потом давал газу, по 4-5. Ну, канал это круто. У меня, как бы, по поводу канала, вот, видишь, как бы, у каждого свои, как бы, видения, да, у меня чуть другое видение, как бы, я, как бы, я, там, не стараюсь, ну, нет у меня в планах ломать пердаки, знаешь, потому что, наверное, потому что, знаешь, потому что я, я не сильно силен в, ну, например, делая обзор, да, я его делаю просто по своим ощущениям, я не беру, например, характеристики, да, чего-то, потому что, ну, я в этом не шарю, как бы. Мне главное, что я уже сто раз говорю, куртка, она работает, значит, хорошая, не работает, плохая, вот так вот я оцениваю вещи, понимаешь, все, все, больше, как бы, ну, и поэтому, наверное, я не сильно, как бы, там, могу как-то переубеждать, наверное, ну, только показывая то, что сам делаешь, да, и все. Вот, но этот год был очень крутой, реально, очень крутой, потому что столько всего нового, как бы, было. Ну, и как бы, вот, поэтому, ты же, наверное, тоже себя сейчас перебарываешь. У тебя что сзади там? Велосипед что там стоит? Да, велосипед. Чувак, он как раз, как будто рок у тебя идет. Пусть будет. Я просто смотрю на этот рок постоянно. Так я, о чем я? А, да, что перебарываешь себя, получается, да, ты же, наверное, у тебя сейчас этот процесс только начинается, да, а я, ну, вот, несколько месяцев это был трэш просто, что ты очкуешь, как бы, знаешь, делаешь по миллиону дублей, потому что, потому что стрёмно и страшно, ну, и как бы себя перебарываешь. У тебя происходит что-то? Ну, я вот хотел спросить, да, вот, когда ты избавился этого страха камеры, потому что я, вот, например, когда в лесу я снимаю, вот там болото, там еще пару выпусков есть. Я как-то более раскрепощенный себя чувствую. Но когда я делаю именно обзор, я все, я теряюсь, я боюсь с этой камерой общаться, я запинаюсь. Я прихожу домой, вроде бы там 20-минутный ролик, но я снял там 4 часа материала, и я дома режу, 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 по концовке там на монтаж уходит 1-2 дня, и так, 20 минут, на, пожалуйста. Ну, смотри, у меня раньше было, вот с самого начала, это не только обзоры было, у меня вообще было все, я буквально там 5-минутный, 10-минутный ролик, у меня уходило там 3 часа съемок, например, знаешь, а потом еще монтажа этого. Я не говорю, что сейчас, ну, стало по-любому лучше стало, я не говорю, что хорошо стало, но стало лучше, потому что, по крайней мере, я, может, я и мелю какую-то хрень, да, но я ее мелю спокойно, знаешь, без этого. Уверенно. Ну, уверенно, да, да, правильно сказать. Несколько месяцев точно, 3-4 месяца где-то вот такого было. Ну, сейчас тоже оно, но оно не такое, сейчас оно как бы проще, проще. Так что тут, тут средства для перебора, поборения себя, поборение себя, одно снимать надо. Ну, да, больше снимать, больше опыта, это практика, да, то есть, как бы, я уверен, что это придется время, вот эта вот боязнь камеры, вот это... По-любому. Разговаривание, само собой, как бы, это да, но пока мне, ну, именно такое, на что-то сосредоточиться, вот именно касаемо обзоров, мне дается пока еще достаточно сложно. Когда в походе, да, ну, как-то полегче, полегче. Ну, ты потому что, типа, не готовишься, ну, какой-то чувак на YouTube я где-то смотрел, ну, сразу еще раньше, говорит, что только для привыкания к камере, да, вот просто, чтобы привыкнуть, это не значит, что у тебя нету страха какого-то, там, грубо говоря, до 40, 50, 60 часов съемок надо. То есть, это как... Ну, возможно, возможно, да. Такое, так что, да, канал был в этом году, да, канал был, большая даже не вспомнился. Ну, как будто он всегда был, всегда. Да и такое. Да. Ты планируешь на день рождения какие-нибудь там розыгрыши, подарки для подписчиков? Ты знаешь, я еще ничего не думал, но вот ты сказал, да я... Задумался. Да, можно подумать, да, можно. Я не знаю, как технически это сделать, там, что-то узнать, как-то. Ну, через Инстаграм, там, подписку, рандомно, через комментарий, там, выбор комментариев. Да, ну, возможно, кстати, да, да. Ну, да, возможно. Ну, у меня вот... у меня есть отзыв, а потом по этому отзыву рандомно выберите подписчика и, как бы, надо подумать. И потом разыграть что-нибудь, какую-нибудь интересную снарягу, например, такую, проверенную на твоем опыте. Я думаю, было бы, да, неплохо, интересно. Кстати, да, надо попробовать. как оно будет. То шо, все мы? Что-то еще? Что еще? Обсудим гневных, гневных комментариев. Да, на самом деле, ну, нету их, как бы. Ну, вот, опять же, да, вот это про YouTube, если говорить, да, то, что задевает, да, типа, когда, когда там кто-то пишет. Хотя, опять же, знаешь, это не... из-за того, что немного подписчиков, поэтому, как бы, нету сильно много, да, ну, как бы, есть, и ты сразу как-то, я даже ролики записывал, два или три ролика я вообще не выпустил, потому что, ну, как бы, проходит несколько дней, и ты смотришь, ну, вот так вот, как бы. Я сейчас не особо, надо проще относиться, опять же, проще относиться как? Ну, оно же задевает, ты, типа, стараешься хорошо, а выходит, как выходит, каждый же по-своему. Но меня, например, очень так задевает, у меня там пару таких отзывов каких-то было, я, ну, как бы, я еще в этом ВКонтакте свои эти ролики кидаю, и там пару раз так пацаны поднаписывали, что пришлось даже мне попохтеть, чтобы им ответить. Ну, не то, что я там переживаю, просто, вот эти вот, скажем так, диванные, туристические походники, которые знают абсолютно все про, про абсолютно как и где, но не имея такого должного опыта, и вот они вот, ссылки с интернета, там какие-то сайты мне пихают, блин, ну, видно, что человек, да, готовился к этому комменту, но, сам момент, что он, как бы, не основывается на личном опыте. И вот это вот, что меня больше всего, как бы, почему меня это подгорает, что аналитики, вот эти вот, как бы, диванные, которые просто, лишь бы вот сказать плохое словцо, не понимают, ничего они-то делают, лишь бы, бля, поперек, скажем так, поперек сделать и сказать. Ну, тут говорю, да, тут, ну, видишь, ты, это у тебя с контакта, да? да, да, с контактами. Ну, смотри, у тебя, например, если на канале, да, тебе, на канале меньше могут писать такое, потому что люди подписаны, как бы, ну, подписаны, да, там, смотрят. Понятно, что есть, да, есть, иногда, как бы, не иногда, а часто, в принципе, если есть критика, да, то, в принципе, она, как бы, для, до пережевывания, нормальная критика, да, кто-то по-другому там смотрит на это, но, я, например, у себя делаю то, что я делаю, да, если я это делаю так, ну, вот я так делаю, да, как бы, ну, если кто-то делает по-другому, делает по-другому, тут, с одной стороны, все просто, с другой стороны, ну, да, неприятно, когда там что-то пишут, но, с третьей стороны, это невозможно, чтобы не писали, знаешь, потому что, опять же, у каждого свой опыт, как мне чувак пишет, что, возьми свое, типа, говно снаряжение и приедь ко мне воркуту, знаешь, там, ну, как бы, такое, знаешь, и ты смотришь, а вроде человек опытный, да, а, а что происходит, он же готовится к лыжному походу, он же не берет с собой велосипед, понимаешь, ну, вот, но, тем не менее, тем не менее, он пишет такой комментарий, да, вот, с другой стороны, есть, например, комментарий, вот, вчера буквально был, про варежки, там, там пишет, чувак, что, что, типа, эти варежки для нас, наверное, не подойдут, потому что сегодня 39 минус, да, ну, вот это, как бы, мне вот нравится, алло, алло, я тут, вот, мне такое, как бы, больше, знаешь, я, потому что, я сам так же бы спрашивал, знаешь, или так же бы говорил, потому что, понятно делать и варежки не на 39, как бы, да, вот, и, ну, человек не говорит, например, там, не пытается как-то оскорбить, да, там, говорит, возьми свои говноварежки и попробуй 39, да, там, минус 39, ну, то есть, не так вот, я тоже самое, я отвечал одному подписчику, что, легкоподное снаряжение, это то же самое, как дресс-код в одежде, то есть, всему свое время и место, никто не одевает, скажем так, шорты и пляжную майку куда-нибудь на деловую встречу, и то же самое касается от дорогого смокинга, в котором ты не пойдешь в общественный магазин, то есть, всему свое время и место, так, ну, да, тут, как бы, понимаешь, оно, с одной стороны, все же понятно, ты в ролике это тоже упоминаешь, говоришь, ну, как бы, может, каждый слышит, как хочет слышать, кто-то настроен, как бы, хотя, мир неумолимо движется в сторону облегчения в любом случае, да, в любом случае, может, не будет такой, да, там не будет, там, тента 200 грамм, но палатки идут и идут, как бы, ну, имею в виду, что уменьшаются, рюкзаки уменьшаются, все уменьшается, в любом случае оно уменьшается, так что, тут такое, думаю, что на этом закончим тему, это, потому что это такое, я думаю, что все, кстати, давай попробуем, у меня фиговый интернет, но попробуем сделать стрим в прямом эфире, да, и если ты там сможешь как-то организовать, ну, там вроде как бы интернет должен быть, если ты у тебя получится, то, когда ты хочешь, ну, созвонимся, я вот через пару дней приеду, спишемся давай, как там, ну, давай, надо до 18-го только сделать, до 18-го, ну, давай до 18-го, давай до 18-го сделаем, ну, подожди, я буду там послезавтра, вот и можем делать, как бы за пару дней просто, чтобы дать кому будет интересно, чтобы подсоединялся, и все, а ты разберись, как надо это делать, но я возьму ноутбук, и буду пробовать, да, добрый, Митя, не будем тянуть кота за яйца, заканчиваем давай, классно, что мы созвонились, мы вообще молодцы, вот, текст наступившим, так, так, всем, много с километров, так, с вами был дядя Митя, удачи, пока, всем ультралайт, пока, пока,